Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. Текущая санитарно-эпидемиологическая ситуация в Республике осложнена. По данным управлениям Роспотребнадзора, выявленными 1211 случаями новой коронавирусной инфекции, за прошедшие сутки на лечение в стационары Республики поступило 107 человек. Основное количество заболевших, выявленных, и основная нагрузка сегодня ложится непосредственно на первичную медико-санитарную помощь и на первичное звено прежде всего города Якутска. Сложная ситуация у нас на настоящий момент непосредственно в Хангаласском, Намском, Мегино-Кангаласском улусах. Остается нестабильная ситуация также в Сунтарском улусах. В городе Якутск поступило в стационары за сутки 77 человек, в районах поступило в стационары в целом 30 человек. Медицинская помощь оказывается. Из них в целом в стационары Республики поступило 8 детей, которым оказывается соответствующая медицинская помощь. В стационарах Республики в тяжелом состоянии сегодня находится 69 пациентов. Необходимо обратить внимание, что практически все находящиеся в тяжелом состоянии в реанимации, все они были не вакцинированы. Сегодня врачи по Республике борются за жизнь крайне тяжелых больных, в количестве порядка 10 человек. На настоящий момент Управление Роспотребнадзора, так же как и Учреждение здравоохранения, работают в режиме повышенной готовности, работают в режиме круглосуточной работы. Всем заболевшим оказывается соответствующая медицинская помощь. Но несмотря на увеличение количества этих вновь выявленных случаев сегодня и скорость распространения инфекции у большинства заболевших, все-таки пока регистрируется легкое течение заболеваний. Уважаемые жители Республики Саха-Якутия, на медицинскую сеть и на первичное медицинское звено, особенно города Якутска, Сегодня легла колоссальная нагрузка, которая в десятки раз превышает ту нагрузку, которая определяется как нормативами, и ту нагрузку, которую возможно осуществлять как в нормальных условиях, так и в условиях повышенной готовности. Обращаем ваше внимание на то, что врачи, так же как и медицинские работники иные, так же как и обычные граждане, подвержены заболеванию. Они также заболевают, и, соответственно, на настоящий момент все принимается в режиме оперативного решения тех вопросов, которые необходимы для того, чтобы граждане смогли вовремя дозвониться до соответствующей медицинской организации. Дозвон у нас сегодня и вызов медиков на дом, и получение консультаций осуществляется разными путями. Прежде всего, это 122, номер, который у нас заработал с прошлой недели, это непосредственно облачная поликлиника, это медсеть, и, конечно же, это наши соответствующие телефоны наших поликлиник по месту прикрепления. Говоря сегодня о нагрузке в медицинских учреждениях, от Министерства здравоохранения я сегодня полномочена озвучить ситуацию, которая связана с тем, что на настоящий момент учреждениям здравоохранения республики нужна помощь. Помощь, прежде всего, в оказании медицинской помощи теми медиками, которые имеют как высшее, так и среднее медицинское образование и не работают по специальности на настоящий момент. В связи с чем соответствующую добровольную мобилизацию мы сегодня объявляем. Я в том числе приглашаю для помощи в работе в первичном звене народных депутатов республики Саха-Якутия Владимира Чичигинарова, Любовь Евловскую для оказания медицинской помощи на первичном медицинском звене именно по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. С сегодняшнего дня в республике непосредственно перенаправлено осуществление плановой медицинской помощи, соответственно, тех, у кого наступил срок для оказания тех или иных услуг медицинских по основному заболеванию. Необходимо обратить внимание на то, что в своих учреждениях они эту помощь не получат, а они будут перераспределены, они распределены в другие учреждения и организации. Кроме того, необходимо обратить внимание на тот факт, что с завтрашнего дня на колл-центре помимо вызова врача начинают работать наши доктора медицинских наук, профессоры Северо-Восточного федерального университета, наши титулованные медицинские работники, которые будут, соответственно, при необходимости оказывать в том числе и медицинское консультирование тех, кто будет обращаться. Здоровья всем и спокойствия! Спасибо!